За границей дворцы купил. Дочери его дворцы купили. Зачем им дворцы? Бежать туда они собираются. Ребята, всем привет. Сейчас я подхожу к арматурному заводу. Он вроде бы еще работает. Город Уральск. Коммунисты сейчас здесь будут проводить свое мероприятие у памятника Ленина. Если вы видите, вон памятник стоит еще. Этот завод работает. Правда непонятно на какую мощность, но так или иначе. Вон видите, бабушка подметает. Вот проходная. Проходная это. Здесь можно, кстати, фильм снимать. Видите, еще все СААБДЭПовское. Комдосмотра. Бюро пропусков. Это вот все еще Советского Союза сохранилось. Проходная. А вот котяра лежит. Заводской кот. Хорошо тебя здесь кормят. Хорошо. Я сюда проезжал года четыре назад. В вот таком состоянии проходная была. В таком она и осталась. Оля. Тебя не могут не пустить. Я вижу, что мне надо. Это не надо. Не спеши с флагом убежать. Разверни флаг. Разверни. Флаг разверни. Жанатай. Территория завода. Монумент. Вечная слава защитникам Отечества. 41-45 год. Завод. Территория завода. Вечная слава. Вечная слава. Вечная слава. И в Jestem. Вечная слава. Но они в члене веке. Вечная слава. Новote. Вечная слава. Вечная слава. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно у груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, мы сегодня пришли отметить 102-ю годовщину Великого Октября. Того октября, который принес миллионам, сотни миллионов людей освобождение от капиталистического ига, обеспечил в отдельно взятой стране на земном шаре бесплатное образование, бесплатное жилье, бесплатное лечение. Это те мечты, воплотились в жизнь, о котором мечтало все человечество и мечтает. К большому сожалению, в 91-м году свора бандитов и жуликов, которые прорвались к власти, они это дело и все те социальные завоевания, которые обеспечили революцию под руководством Владимира Ильича Ленина, они, по сути, на какое-то время уничтожили. И чтобы быть более кратким, давайте вспомним еще и слова Сталина, что пройдут года, много мусора, который нанесли на его могилу, а я добавлю и на советскую власть, и на эти годы ветер истории сдует, придут новые молодые поколения и поднимут знамена наших отцов и прадедов, которые воевали вот за все вот эти социальные завоевания, за то, чтобы звание человека звучало действительно гордо. Поэтому спасибо вам, дорогие товарищи. Будем все то, что нам завещал великий Ленин и идеи октября, будем людям рассказывать, будем нести правду, будем сопротивляться. Все равно победа будет за справедливостью. Спасибо. Всем здоровья, вашим родным и близким. И все равно духом не падать. Ура! 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 Памятник в этой части, видимо, уже разрушается. А он, по-моему, из этого цемента сделан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С кого мы встретим? С кого мы встретим? Мы были у Ленина. Мы что, были у Ленина. С отравы уехали. Да, с отравы уехали. Да, мы были у Ленина. Ну, вы у Ленина. Вы пойдете дальше? Мы туда идем. Мы на Арматурном были. Он имени Ленина. Вы этот гость вас с собой возьмите. Он, тетенька, в кратном пальто тоже. Держите ее. Это очень хорошо. Мы с вами понимаем, что это хорошо. А Влад считает в другом. Мы у одного памятника побыли. Сказали, кто хочет здесь несколько слов сказать о Великом Октябре. о Ленине, пожалуйста. Михаил Тихонович, пожалуйста. Да, Михаил Тихонович, Борис Александрович. Давайте. Сюда, сюда становитесь. Оксантович, туда идите. За годы независимости, в кавычках называемые, мы все положительно, что было в наше советское время, что нас воспитала Родина, все мы потеряли. Создали безработицу, которую мы понятия не имели в советское время. Отменили бесплатное образование, это ж позор, понимаете. Отменили бесплатное лечение, это ж еще худший позор до нашей Родины. Отменили бесплатное жилье. Мы копейки платили за жилье, а государство платило. А государство, это ж мы зарабатывали эти деньги и распределяли в нашу пользу. Разрушили промышленность, разрушили сельское хозяйство. Продали иностранцам недра и богатство страны. Вот, так я объявил свое выступление, что 50 с лишним заводов будут строить китайцы у нас в Казахстане. А это делается с целью той, что там уже столько понастроено промышленности, что дышать нечем в Китае. И они приняли решение построить у нас эти заводы. Сырье будут они забирать потом, а нам будут говно оставлять для потребления. И свои заводы из Китая приближать к границам Казахстана. В газете официально объявлено, это же позорище, понимаете, идти на таким поводах. Вот. В разы сократили детские сады, библиотеки, клубы. Повысили возраст выхода на пенсию. Создали массовую коррупцию, которой мы понятия в советское время не имели о коррупции. Достигли высокого уровня преступности. Достигли высокого уровня наркомании. Мы понятия не знали про наркоманию. Достигли малого массового уровня бездомных бомжей. Бомжей же у нас не было. Все мы с вами выросли в советское время. Стабильно повышались цены. И Такаев объявил, и Назарбаев объявил, что не повышать на коммунальные услуги, на продовольствие, на все. Сейчас все повышается. И на хлеб уже повышается, понимаете. И на коммунальные услуги. И все. Стабильно повышались транспортные тарифы ЖКХ. Отменили свободное проведение митингов. Конституция разрешает, а президент не разрешает или Акимат. Кто выше, Конституция или Аким. И все это в порядке вещей. Стабильное проведение досрочных несчастных выборов. Заменили у людей уверенность в завтрашнем дне. Всеобщим страхом быть уволенными, убитыми, избитыми. Посаженными в тюрьму. И дошло до того, что Облязов, это его партия, людей не касается. А собираются люди идти на митинг. Еще неизвестно, какой будет митинг. А уже около дверей стоят органы. Из квартир не выпускает людей. Это до чего мы дошли, понимаете. В квартире обыски делают. Нашли магнитофон. Вот ты, Облязовец. Давай садись судить тебя. В тюрьму судить, понимаете. И к этому я хочу сказать, такое небольшое стихотворение. Вы вспомните еще большевиков. Вы вспомните еще большевиков. Их помыслов высокую, а в соборность. Их труд и бескорыстный, и упорный. Во имя вас, отрекшихся сынов. Назарбаев за границей дворцы купил. Дочери его дворцы купили. Зачем им дворцы? Бежать туда они собираются, что ли? Или как это понять? Ни в какие рамки не вкладывается. Когда российский дом наш из домов согрудят публичные и горные, Своей бездомной участи покорной Вы вспомните еще большевиков. Если что-нибудь осталось в вас, Ну, не в вас, это к народу обращается, В вас, святого среди общего развала, Вы проклянете этот день и час, Когда на них пошли, подняв забрало, Вы вспомните еще большевиков. Потому что сейчас большевиков, Ну, кому не лень, все. Позорят. Вот сейчас мы шли, Шел казак навстречу, мужчина. Вот, он Василий Ивановичу хотел вручить, Не знаю, успел донести или нет. Ну, хочется молиться на его слова. Он вручил. Вручил вот такую нам записку. Это говорит, если я не успею Василий Ивановичу, Передадите. В Казахстане русские для нас священные люди, Русские надежные люди, Русские надежные товарищи, Русские надежные друзья, Русские надежные партнеры, Русские сильные духом люди, Революционные. Ленин наше солнце. Мы говорим великое спасибо великому русскому народу за хлеб целины. Мы выражаем свою глубокую благодарность великому русскому народу за их великий героизм, За их великий труд, за их заботу. Человек желудоскали Курманов такой фамилии. В какой год мы уже собираемся у этого памятника? День рождения, день смерти, день Октябрьской революции. И всегда говорим, ну почти с добавлением тех изменений исторических, Добавляем, что же у нас происходит. И вот сейчас, чтобы не забыть, о чем хочу сказать, Меня возмутило, подхожу сюда, помните, иногда подходим, А здесь веночек уже есть, или наш остается. А сейчас подходим, а так, место для веночка пустое. У нас есть в парламенте фракция коммунистов народных, Которые за счет наших бюджетных денег, Вообще наш парламент содержится на наши деньги. Огромные у них зарплаты, Огромные они массу пачку законов принимают, И говорят, мы вот это приняли, вот это, Мы не успеваем принимать законы за изменениями в жизни. Но вот то, что от них нету ничего, Это показывает, что же там за народная коммунистическая партия, Которая всему миру показывает, Путь демократизации в Казахстане, Когда у них в парламенте есть коммунисты. Мы знаем тех коммунистов, Знаем тех отщепенцев, Которые все сделали для того, Чтоб уйти от народных проблем, И заседать там, получая 700-800, А недавно она сказала, А что вы хотите? Да 800 тысяч это вообще не деньги, Тихо Кузовой, Которая была министром соцзащиты, Которая говорит, Вы многих вещей, Борис Александрович, Не понимаете, Почему у нас так дорого стоит Газ, нефть, И бензин, И электроэнергия. Просто у нас всего много, Но перерабатывать это мы не в силах, Поэтому газ у нас, оказывается, Перерабатывает Оренбург, И потом нам продает по мировым ценам. Абсурд, дальше некуда. Солярка, которая стоила в советское время копейки, Сейчас на полтинник дороже, чем бензин. И никто не объяснит, почему так происходит. А россияне заправляются здесь на больших грузах, А потом эту солярку перепродают. Опять навар имеют, Опять мы не в выгодной ситуации. Поэтому вот хотелось бы заострить, Кто будет смотреть вот то, Что мы еще приходим сюда и выставляем свои, Ну не требования, а мысли. Мысли человека 80-летнего Михаила Тихоновича. Его давно все знают. Это ветеран железной дороги. Поэтому вот мы здесь выступаем, И мы сами себя здесь агитируем. За что агитируем? За то, чтобы жизнь была нормальная, Жизнь должны жить по богатству. А государство, Казахстан, Все говорят, это богатейшее государство. А почему же так много нищих? Почему такой большой разрыв Между сверхбогатыми И те, которые ковыряются в помойках? Я на девятом этаже живу, И вижу, как многие ковыряются И ищут отходы, чтобы покушать. Это позор. Позор для Казахстана. Позор для нашего правительства. Позор для парламента и президента. Почему же он не создат такие условия, Чтоб люди жили по средствам, Которые есть у государства? У государства есть средства, Но мы проблем у многодетных детей Заострили только тогда, Когда несколько человек сгорело. Дети сгорели, Потому что их родители пошли на работу И заперли их в этой времянке. И только тогда, когда матеря поднялись в Астане, Или в Нур-Султане, Или тогда еще и еще. Тогда Астана была. Тогда Астана была. Ну вот представляете себе, Для того, чтобы что-то изменить, Надо людям подняться, Организоваться, И пойти и высказать все. А у нас прежде всего, Чтобы подняться и пойти, У нас служба вычисляет, Кто подал идею, Кто написал прокламации, Кто тебе позвонил, Аблязов или Абдильдин, Или еще там кто. Поэтому у нас активистов Как? Прессуют, Что угодно делают, Подкупают, Пугают, Сажают. И обстановка не меняется. Когда же этому беспределу придет конец? Вот мы сами себе можем такой вопрос поднять? Мы застанем это время или не застанем? Вот здесь стоял указатель, Труба забетонированная, И там было написано, Туалет. Мне пришлось целую неделю Доказывать, что ни к чему, Вот у памятника Ленину, Показывать, где туалет. Найдите какой-нибудь другой способ, Для тех, у кого недержание мочи, Бежать не от памятника Ленина, А где-то в другом месте. Сняли. Теперь уже и венков нету тех, Которые мы вешаем, Которые партия народная Должна бы здесь повесить, Которые деньги имеют. А мы на свои вот скудные пенсии И пожертвования Должны содержать свое помещение, Платить за все, Печатать вот такие некоторые, Не то что прокламации, А некоторые статейки, Которые раскрывают Суть жизни у нас в Казахстане. Поэтому спасибо, Что все пришли, И у нас немножечко даже больше, Чем в прошлом году было. Всех с праздником, Чтоб у всех было нормально в семье, Чтоб у всех было тепло, Сытно, И чтоб тарифы и цены, О чем сказал Михаил Тихонович, Значит, сейчас не поднимались. Потому что руководство говорит о том, Что и это прерогатива местных органов власти, Которые должны регулировать и следить за ценами. Значит, не хватает у местной власти, Так сказать, пороха, Чтобы проследить это, Чтоб они не повышали цены Ни на проезд, Ни на комуслуги, Ни на хлеб, Ни на мясо и всего такого. Поэтому еще раз благодарю, Что вы выучили мою длинную речь, У вас хватило терпения, Всем здоровья, С праздником, И вечером, как всегда, В советское время, Мы все равно, Этот мировой праздник, Который в мире все равно считается Самым главным, Мы все-таки его отметим, И поменем Тех, кто уже не дожил до этого светлого, Мы всегда думали, что мы доживем До светлого будущего, Вот не знаю, когда одно наступит, Товарищи Сатерау, Соседи, Приехали специально, Так, ну я тоже, Волгусница, Я тоже родилась при Советском Союзе, Действительно, в то время было очень хорошо, Например, Никого безработных не было, Если, например, Я вот, У меня получилось так, Мы учились, Мы закончили, Я 50-го года, В 67-м году я закончила, Мы пять девочек поехали в Алмату, Поступать, Я на физмат, Потом девочка Аксу, Тоже моя подружка, На физмат, И что получилось, Четыре экзамена мы на пять сдали, Пятый экзамен сочинения, Когда было, Сели, Трамвай, Товерян, Пролившись, Вот это все, Пац, На полдороге остановилась, Дверь не открывается, Наверху не открывается, Все, Опоздали на 30, Осталось до конца экзамена, 30 минут сочинения, Ну что, Не успела я написать, Я так, Аксу тоже не успела, И мы все пятеро прилетели, В то время без работы Выпускник никогда не был, Нас сразу же пригласили на работу, И я говорю, У меня сразу же директор школы, Говорит, Ты же хотела быть учительницей, Будешь учительницей начальных классов, Я год проработала, Потом говорю, Не поеду я в Алмату, А буду учиться в Гуреве, В то время отрав, Назывался Гурев, Приехала, Все экзамены опять взяла, Поступила, Взяла экзамены, Потом пришла к себе, Стала работать в своей школе, Ну, Я такая вредная учительница, Всех учила, Говорила, Математика царица всех наук, Так, Ребята, Знаете математику, Диплом будет хороший, Хлеб будет вкусный, И мои ребята Постоянно заканчивали на пятерке, До 2013 года Я работала в Куцарах, В школе Пушкина, Русская школа, А потом приехала в Атрау, Там на Забайской школе работала два года, Потом выпустила класс, И решила отдохнуть, Какой там отдохнешь? Родственники, Сына присылает это, Дочь присылает, Потом меня поймала Саргамысская школа, В этом году мне 69, Я говорю, Хватит, Я тоже человек, Хочу отдохнуть, И в этом году я оставила в школе, Но, На консультацию я приходит, Но я такая, Нет, Самая учительница Советского Союза, Я никогда за консультацию Деньги не брала, Абсолютно, Я говорю, Деньги храните, Для поступления, Все это вам будет, Вот такой я человек, И сейчас я хочу тоже, Я с удовольствием сюда подходила, Уже все, Поздравлю его с днем рождения, Товарища Ленина, Я тоже преклоняюсь при нем, Постоянно, Когда я прихожу сюда, Приезжаю сюда, Я всегда преклоняюсь Перед товарищем Лениным, Ну, Что хочу сказать, У нас у казахов говорят, Всего хорошего там, На том свете, Спасибо, Спасибо, Добрый день всех, С праздником, Мы были, Наверное, Еще тогда маленькие, Но тем не менее, Наши отцы, Деды, Растили нас с идеей, Мы, может быть, Тогда не понимали по возрасту, Какая идея, Но мы точно знали, Что это идея добра, Мира, Справедливости, Счастья в каждом нашем доме, То, Что сейчас наши дети и внуки Живут по-другому, Я думаю, Это не их вина, Потому что вместо лозунгов За справедливость, За счастье, За мир, Мы можем увидеть баннеры С голыми девушками, Зовущих куда-то, Поэтому идея потерялась, Но сколько хватит у нас сил, Наверное, Сохранить память о наших Дедах коммунистах, Отцах коммунистах, Мы были октябрятами, Пионерами, Комсомольцами, Но мы жили хорошо, Может, мы не знали, Кто-то живет лучше, Но нам было хорошо, Потому что мы были молодые, Сейчас, наверное, Нашим детям тоже хорошо, Потому что они молодые, Они многого не знают, Но я считаю, Гении коммунисты уже тем гении, Что вот сказали по поводу жилья, Потому что это такая проблема, Жилье, когда ни наши дети, Ни внуки уже приобрести это не смогут, И, конечно, как врач по образованию, Это, конечно, здравоохранение, Чтобы каждый человек имел право На бесплатное медицинское обслуживание, Потому что человек будет счастлив, Если будет он здоров, И будет растить последующее поколение, Всем желаю счастья, здоровья, И, надеюсь, какие-то идеи, Идеи хорошие, счастливые, добрые Дойдут до последующих поколений, Всем добра и счастья! Спасибо!